Студент Сергей Спирин – человек с активной жизненной позицией. Говорит, замечает, как в последние годы Самара развивается и становится все лучше, и хочет принимать в этом процессе участие. Сейчас он возглавляет одну из комиссий молодежного парламента. Скажите, пожалуйста, как вы увидите Самару в ближайшие 5-10 лет? Может быть, какие-то проекты, какие-то идеи для того, чтобы наш город знался еще лучше, и действительно интереснее? Я вижу Самару благоустроенной, я вижу Самару с восстановленным центром города. Я считаю, что огромный потенциал заложен с точки зрения туристического развития региона. Очень хорошие показатели у нас растет турпоток, и он будет расти по объективным и по субъективным причинам тоже. И внутренний туризм, он получает огромное просто взрывное развитие. И здесь нам точно есть, что показать, и есть, куда людей пригласить. В общем, много есть куда двигаться, и для молодых людей точно есть, где применить свои силы. Современные студенты успевают не только грызть гранит наук, но и зарабатывать деньги. Занимаются в различных творческих и спортивных коллективах, заканчивают всевозможные курсы. Но иногда задумываются, как это отражается на учебе. Своими сомнениями они поделились с Александром Хинштейном. Сейчас многие студенты работают во время учебы. Как вы к этому относитесь? Считаете, что это правильный путь, или все же нужно больше времени уделять учебе? О дневниках мы говорим с вами, да? Да. Ну, смотрите, здесь все, на мой взгляд, неменимое. Здесь все зависит от каждой конкретной ситуации, от каждого конкретного человека. В целом, я не вижу ничего плохого, когда студенты работают. Чем раньше человек начинает зарабатывать честные деньги, тем раньше у него появляется чувство ответственности. Прозвучал от студентов и вопрос о том, как правильно распоряжаться собственным временем. Депутат Госдумы честно признался, что и он успевает далеко не все. И тут важно правильно расставить приоритеты. Ставить перед собой конкретные цели. А чтобы достижение результата увлекало, искать творческий подход. Виктория Шарой, Константин Головин. События.